Не обольщайтесь! Данная рубрика по-прежнему на паузе. По двум причинам. Во-первых, как мне кажется, я лично уже перерос эту рубрику, и мне она кажется не совсем корректной. Мне уже больше интересно сравнивать там планы на развитие транспортной сети, как те же реформы проходят, и тому подобное. А просто смотреть сухие цифры, ну это как-то не очень интересно. Ну и во-вторых, оригинальный замысел данной рубрики заключался в том, чтобы обратить внимание рязанцев на состояние общественного транспорта, потому что, как я всегда считал, ситуация с общественным транспортом в Рязани не очень. И в сравнении с другими российскими городами я бы сказал, что она даже ниже среднего. Сейчас внимание на это вроде как обратили. На мой взгляд, опять же, недостаточно. Нужно как-то более комплексно подходить к этому вопросу. Но для этого уже нужно не просто сравнивать транспортные системы, а нужно сравнивать те системы, где все-таки идут какие-то улучшения. А почему этот выпуск все-таки вышел? Потому что я в этом году был в Мурманске, и у меня были отсняты некоторые футажи о мурманском транспорте, которые мне все равно хотелось бы рано или поздно применить. Ну что ж, с этим разобрались, теперь переходим непосредственно к сравнению. Начнем с городов. Население Рязани составляет 530 тысяч человек. Население Мурманска 267 тысяч. Ну то есть в два раза меньше, чем Рязань. Но есть один нюанс. Если мы посмотрим на население Мурманска в начале 90-х, то тогда оно составляло 473 тысячи. То есть получается, что если мы бы сравнивали Мурманск и Рязань в начале 90-х, то эти города были бы сопоставимы. Причины, почему в Мурманске столь высокая убыль населения, мы пока обсуждать не будем. Переходим к бюджету. Бюджет Рязани на 2023 год составил 20 миллиардов 210 миллионов. На одного человека получается по 38 тысяч рублей. Бюджет Мурманска, на минуточку, 24 миллиарда 191 миллион. И на каждого жителя приходится 90 с лишним тысяч. Ну то есть Мурманск больше обеспечен бюджетом. Правда, с одной оговоркой. Мурманск это север, а там обычно все дороже. Ну и соответственно зарплаты по идее выше. Еще из особенностей Мурманска является то, что город вытянут. Вот когда вводили санкции, наверняка думали, что русские будут очень сильно переживать из-за того, что от них ушла кола. Но как кола может уйти из России, когда кола это река, вдоль которой находится Мурманск. Поэтому тут есть четкий транспортный коридор с большим пассажиропотоком. Кто знает, тот уже наверняка сказал, но ведь Рязань так-то тоже вытянутый город. И у нас тоже есть основной транспортный коридор. И вы будете правы. Но Рязань все-таки чуть менее вытянутый, чем Мурманск. Город и в Мурманске и в Рязани также отсутствует трамвай. Из электротранспорта есть только троллейбус. Но начнем мы все-таки с коммерческого транспорта. В плане коммерческого транспорта, сразу скажу, Мурманск от Рязани отстает. Правда, и его значение куда меньше, чем в Рязани. Ну, то есть, если у нас есть немало направлений, которые обслуживаются исключительно коммерцией, то в Мурманске таковые еще надо поискать. Всего в городе 10 маршрутов коммерческого транспорта, по данным сайта WikiRoots. И все они обслуживаются малым классом. В основном газелями Next. Иногда попадаются фургоны и газели City. В Рязани коммерция в основном использует пазики и лишь на паре-тройке маршрутов остались фургоны. Кстати, уважаемые мурманчане, а есть ли у вас нелегальные маршруты? У нас их целых два. Как-то они все еще ездят. Интересно, как. Следующая часть будет посвящена не очень муниципальным автобусам. Почему она так названа? Потому что, скажем так, то, что я обычно называю муниципальным автобусом в Мурманске, есть. Владельцем данной сети является АО «Электротранспорт». АО, не МУП. Вообще бывает такое, что предприятие регистрируют как АО или ОАО, но при этом оно принадлежит городу. Но вот насчет мурманского АО «Электротранспорт». Я на 100% не уверен, принадлежит ли оно городским властям. Вроде как, учредителем действительно являются городские власти. Но принадлежит ли предприятие им сейчас, это вопрос хороший. У АО «Электротранспорт» в плане автобусных маршрутов есть вся палитра. Начиная от маршрутов, на которых работают небольшие фургончики, до маршрутов, на которых работают большие автобусы. По персональным ощущениям, последних большинство. А что касается маршрутов, на которых работают фургончики, то тут очень любопытная история. Как-то раз АО «Электротранспорт» для повышения популярности троллейбусных маршрутов запустило к ним подвозящие с отдаленных районов. И именно они в основном обслуживаются автобусами малого класса. Так они до сих пор и работают. Обычно в их номере маршрутов есть буква «Т». Рязанская МУП УРТ до таких приколов пока еще не догадалась. Хотя с учетом дублирующих маршрутов коммерческого транспорта вряд ли это будет популярным. В остальном плане у АО «Электротранспорт» превалируют автобусы большого класса МАЗ-103. И также автобусы относительно новые ЛАЗ-5292, которые есть и в УРТ, и в УРТ. Автобусы данной модели составляют большинство. Всего у мурманского АО «Электротранспорт» 145 исправных автобусов, по данным сайта «Фотобас», у рязанского МУП УРТ 131. Число маршрутов, кстати, плюс-минус сопоставимое. А теперь переходим к троллейбусу. И здесь с места в карьер сообщу. Мурманский троллейбус – образцовый по меркам России. Уважаемые рязанцы, вот вы помните такие времена, когда интервал хотя бы на каком-нибудь троллейбусном маршруте в Рязани составлял бы 5 минут? За последние 40 лет такое было крайне редко. А в Мурманске интервалы между троллейбусами на одном маршруте в 5 минут и даже меньше до сих пор обыденное дело, и они даже вполне себе обычно соблюдаются. Троллейбус в Мурманске охватывает тот самый основной транспортный коридор города. Все маршруты по нему проходят, они ходят часто и пользуются большой популярностью. В Рязани же в этом плане не очень повезло. Да, маршруты охватывают большие пассажиропотоки, но целиком вот этот вот коридор не охватывает ничего, особенно если мы будем смотреть направление из центра в песочню. Статистика. В Рязани на данный момент существует 108 исправных троллейбусов, в Мурманске – 120. При этом в Мурманске всего 4 маршрута, а в Рязани их 9. Соответственно, все 4 маршрута, которые есть в Мурманске, да, всего маршрутов мало, но каждый из них ходит довольно часто. Я даже на своем личном опыте убедился, мы троллейбуса дольше 5 минут не ждали. По подвижному составу. Самый старый троллейбус в Мурманске 2003 года, в Рязани 2000. Самый новый троллейбус и там, и там 2023 года. Но в Рязани их будет 5, будет 5, а в Мурманск на данный момент уже пришла 31 машина. И это еще один повод похвалить троллейбусную систему в Мурманске, потому что они почти ежегодно закупают новые машины. Пускай и не всегда в большом количестве, но в 2023 году закупили много. Возможно, дело как раз-таки в бюджете, о чем говорил изначале. Все-таки денег у Мурманска немало. А возможно, дело и в компетентных специалистах. Наконец, в спецчасти. И тут тоже Мурманск выделился. Почти повсеместно установлены скоростные пересечения исходной стрелки, что теоретически позволяет троллейбусу проезжать их со скоростью в 40 км в час. Теоретически, потому что, когда я на практике наблюдал за работой троллейбуса в Мурманске, я не увидел таких скоростей. Да, спецчасти троллейбусы в Мурманске проходят быстрее, чем в Рязани. Но, как мне кажется, с такой скоростью, с которой более-менее можно проходить новые устаревшие спецчасти. И МХО скоростные бы могли позволить и большие скорости. И стрелки-автоматы там старые. Но это не столь критично. Опять же, как по мне. В Рязани скоростных спецчастей нет. И новые не ставят. И даже при ремонте контактной сети берут самые дешевые, дешманские, которые не факт, что вообще нормально прослужат. Итогов в троллейбусном плане. Мурманск на 10 голов выше, чем Рязань. И это я еще не знаю, какая в Мурманске у троллейбуса рембаза. Если тоже хорошая, то тогда на 20 голов. А если условия труда нормальные, то и на все 40. Стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска составляет 40 рублей. В Рязани у муниципального транспорта стоимость 25 рублей по карте 27 наличкой. В коммерческом 33 рубля. Теперь про информирование. В Мурманске кое-где на остановках висят вот такие вот таблички. В целом, если сравнивать с табличками УРТ, то тут ничего особенного. Кроме того факта, что УРТ вообще практически не вешает свои таблички. Я тут увидел несколько интересных особенностей. Во-первых, на одной табличке вполне себе мирно сосуществуют автобусные и троллейбусные маршруты. Во-вторых, почему-то расписания разные для зимы и для лета. Такое ожидаешь увидеть в каких-нибудь южных городах, где много каких-то летних дополнительных выходов и целые маршруты. Но никак не в Мурманске. Этот город явно не назовешь южным. И в-третьих, ну вот кто бы что ни говорил, интервальные таблички такая себе идея при интервалах больше, чем 15 минут. Правда, тут есть один важный момент. Я показываю фотку вам сейчас целиком. Заметили вот это вот желтое слева? Это расписание 30-го автобуса. Поминутное. То есть, все-таки в Мурманске иногда, если интервалы большие, рядом вешают расписание. Уж не знаю, выполняется ли оно или нет, но оно как минимум висит и выглядит более-менее новым. Наконец, рубрика «Маленький прикол». По данным сайта АО «Электротранспорт», в 2011 году данное предприятие получило награду «Золотая колесница». В 2014 году эту награду получила УРТ. Почему, я не знаю, но вот так получается. И на том же сайте ниже указано. По итогам 2018 года Мурманск попал в пятерку городов с лучшим общественным транспортом, в которых жители в наибольшей степени удовлетворены его работой. В целом, со стороны туриста, который был в Мурманске, у меня каких-то нареканий к мурманскому общественному транспорту не было. Может быть, конечно, если пожить подольше, то там проблемы возникают. Но, исходя из водных, все должно быть куда лучше, чем в Рязани. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok